проведать вас приехали да а вы куда-то собрались ждете гостей нет никого не жду это ваше первое фото да в интернет папа ригену залива робин зону вы робин зон робин зон вот мое зелье это спальня моя там а это как летняя кухня была ну ничего выживаем выживать не скучно вам да уже привык про привычки пушкин писал что они замена счастью виктор алексеевич кстати просит он себя называть дядя видео согласен со словами классика то к чему привыкать было довольно непросто сейчас для него нормальная жизнь больше двадцати лет назад в одном из зальев красноярского моря появилась скромная лачушка со своим скромным жителем мысль о том чтобы изменить свои привычки была навязчивой признается наш герой почему вы решили уехать то уехать из города бы мне это давно задумано было потому что я вырос стоянской таги с партизанского района вот послушайте сейчас сейчас не поверите что я был когда гаффи маленькая была когда кар был живой я был знаете кто этот мужчина но вы не знаете кто это не знаете это губернатор края виктор толоконский толоконский а где агером своего высокопоставленного тезку дядя витя знать не знает политики в лесах не существует вместо глубоких дум о чиновниках и должностях мысли гораздо проще и естественнее о том например как не примёрзнуть кровати в 40 градусный мороз а это уже случалось для девяти в одну из таких суровых зим или как не попасться медведю хотя косолапы затворника не пугают он говорит научился с ними общий язык находить а однажды даже ухаживал за медвежонком он еще с медведицы ходил ко мне я на его ругаю он убежит там за бочку спрятаться так выглядывает она камни кидает за то что его ругаю а потом мне пристрелили в следующем заливе все мне пришлось кормить его не боитесь кого медведей так и на других на других медведей частенько с ними встречался даже на раненых нет в прошлом дядя витя был капитаном судно ярославец в аттестате у нашего моряка все пятерки сейчас же дядя витя капитан без корабля хотя лодочка у него все же есть пусть и штурвал будет поменьше чем раньше зато он главный помощник в море в красноярское море капитан выходит каждый день ловит рыбу главное в рационе а в лес ходит за грибами и ягодами зная все о том что ядовито и опасно как правильно срезать ножку гриба и на что клюет окуни сорожка дядя витя девица тому что совсем не удивляет людей с большой земли вы знаете вообще как им пользоваться нет ну по поверь увидел что что-то пальцем тыкает все ну и как вот вот счет за пятнушка нажимаю ничего не кажется вот на большую нажмите вот на это посмотрите как вы думаете что это такое я чуть-то я не знаю что такое делать надо не знаю шапы какие-то стоят я первый раз такую вижу что на что это похоже вот кнопочка для чего на а на что похоже на эту только только гумеранка ли как у а только там с палок сделано это бог знает пролетит он обратно если вы кинуть нет это называется спиннер ну и чё и чё ты с ним делаешь ну и чё ну испокаивает нервы говорят как думаете сколько стоит до копейки чё 600 рублей 600 рублей вместо дорогих смартфонов и неоправданно дорогих игрушек у дяди вити есть свой артефакт которым он дорожит как молодые люди айфонами это раритетная швейная машинка с многовековой истории посмотрите какой агрегат это екатеринская швейная машинка это екатеринская смотрите двухглава орел чёте или прошли у удивляется дядя витя и многим словам которые сейчас нет нет да и проскальзывают практически у всех отшельник не понимает значения этих слов однако сам того не зная раскрывает их суть как нельзя лучше на примерах это выглядит так слово номер один хендмейт это что-то сделанное своими руками своими руками дядя витя сам построил дом причем даже два первую хижину затопило несколько лет назад когда вода в енисей поднялась неожиданно высоко года четыре вода вот большая была это затоплялась и новый дом построили долго строили нет так на скороту почему изгнил быстро у меня крыши не было сейчас и крыши есть и подпоры а для тепла между бревнами проложен мох и вата слово номер два лайфхак совет о том как что-то можно сделать лучше дядя витя делится рецептом приготовление речной рыбы сковородочку маленько прогрел масло масло туда все залито уже букве муки обваля обвалял ее и разложим ну крышкой не закрывать одну сторону ты обжарил без крышки когда уже переворачиваешь тогда крышкой закрывать что она не развалит это прожарилась там проварилась ну и она и получается не раскисшая ну вкусно сильно вкусно получит и напоследок слово номер три дауншифтинг человеческая философия осознанного отказа от материальных ценностей что называется жизнь ради себя не хотите уезжать город нет это конца до конца вот если он предложит квартиру в красноярске вы согласитесь с дядей вити мы все живем на берегу одной реки но это не меняет того насколько дядя витя отличается от горожан и самим образом жизни и мыслями и сопровождающими говорит даже малейшего желания нет уезжать из дома от леса воды животных и не появится такого желания никогда так решил дядя витя отшельник и капитан красноярского моря елизавета курочкин виталий субботин воскресные новости